Вы рекомендуете не вступать в отношения сразу после расставания. А как же клин клином вышибают? Блин, клин клином вышибают. Ну это, вообще, все понимают, о чём клин клином? Это вот топор, дрова, вот история. Причём здесь брак. Не вступать в отношения сразу после расставания. Ну, как я это вижу. Если у вас случилось расставание, значит, как минимум, вы находитесь в стрессе, потому что какой-то проект у вас не задался, провалился. Вы разочарованы, самооценочка упала. Почему? Ну, потому что вы что-то делали неправильно. Ваш же проект развалился. Под сомнением должна быть квалификация построения этого проекта. Если у тебя один проект развалился, второй, третий, вопрос, может, ты не умеешь это делать? Если у тебя одна жареная картошка не удалась, вторая, третья, четвёртая, ну, наверное, не проблема, не в картошке, а руки не оттуда растут. Поэтому, что нужно сделать после расставания? Прийти в норму, пообщаться с кем-то, самой успокоиться, привлечь, возможно, специалистов, может так, перенастроиться на другой формат жизни, потом задуматься, задуматься, что я делаю в отношениях не так, что получается неправильный результат. Обучиться, узнать у того, кто это знает, почитать, посмотреть и понять, что, ну, Эйнштейн говорил, нельзя решить проблему на том уровне, где эта проблема возникла. Нужно что-то менять в своей жизни. Для этого нужно время. У меня когда-то была лекция «Шесть этапа выхода из разрушающих отношений». И я ее, кстати, построил вот на таком задце из какой-то умной книги. Вот такой. Причем там просто было шесть предложений, что делать. Ну, психологу задают вопрос, что делать, он отвечает. Нужно сделать это, 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 это и это. Я говорю, потрясающе, гениально. И шесть этих этапов написал и дал свои комментарии. Получилась шикарная длинная лекция. На это нужно время. А если у тебя не получилось, а я сейчас еще раз туда метнусь, и со второго раза получится. Ну, не получится. Не получится. Как не получится? Поэтому клин клином вышибать, но это не работает. Если у тебя кариес от сладкого, то не может быть выходом из проблемы. Завить дырку, зубь конфеты, что ли. Вот это же, о чем мы говорим. То есть, вступить в отношения сразу после расставания, выбить клин клином, это то же самое, что при кариесе, забить зубы остатками карамели, которую ты ж грешь. А это на самом деле то, что тебя привело к проблеме. Поэтому нет. Они же, видишь, и спрашивают, почему об этом. Потому что кто-то говорит про клин клином, а кто-то начинает ссылаться, как все это время без секса жить, переживают женщины очень. Я считаю, что вообще входить в новые отношения после расставания можно не ранее, чем через полгода. Я даже год называю. Это минимум. Это прям минимум. Давайте от полугода до года. От полугода и до года. А может даже и больше. То есть, все зависит от того, как ты проживаешь. Как ты выходишь. Может, ты вообще не выходишь. Если ты бухаешь, сидишь. Ну да. Ты можешь еще всю жизнь бухать, но и все равно не выйдешь. А если это осознанный выход, здесь же очень важно понять, что мы психоэмоционально сливаемся. Биохимически. Например, если я жил без своей жены, и вот у меня потребность дофамина была вот в этот стаканчик в сутки, я вот его получал. И причем получал я его исключительно из тех сфер жизни, за которые только я несу ответственность. Тут появляется моя жена. У меня появляется два стаканчика дофамина. Почему? Потому что у меня остаются и мои сферы жизни, и появилась еще жена интересная. И мы с ней контактируем. Представляешь, вот эти два человека расстались. Соответственно, вот этот стаканчик минус стакан. А ты-то уже привык к большему источнику удовольствия. У тебя начинается ломка. Самый простой способ переключить фокус внимания на нового человека, войти в этап влюбленности. И этот стакан дофамина. И добавить его туда. Все. Казалось бы, все хорошо. Но проходит адаптация. Ты адаптируешься и к этому дофамину. Но опять оказываешься в структуре, где начинают проявляться все твои биографические травмы, опыт, страхи, установки, убеждения, модель поведения. И ты опять сталкиваешься с проблемой. Выходишь из этих отношений, прешься в следующее. Это знаешь, как пить кофе и никогда не мыть чашку. Каждый раз туда заливать. Но что с ней будет через месяц? Что-то мне напоминает в самолетах. Вот такая же история. Поэтому это тоже выбор абсолютно любого человека. Если женщине нравится, не обдуманно, все-таки отношения это в первую очередь осознанность. Это какая-то мартышка, она бегает одного к другому. Стресс снимает. Стресс снимает. Это что, у женщины рук, что ли, нет? Ну, я иногда так пошло шучу. Говорю, что если бы Господь хотел это устранить, он бы сделал руки короче. Раз достают, значит, что-то в этом есть. Да, простит. Это я не в духовной академии обучился. Это моя личная интерпретация. Ну, ты как помнишь, этот фильм был один плюс один, где миллиардер, где они приехали в галерею, и он картину сидит смотрит, а шевелить руками-то не может. А этот стоит, жрет конфеты, его помощник. И он ему говорит, дай конфету. Он говорит, не дам. Он говорит, как не дашь? Конфету дай. Он говорит, нету ручек, нет конфеты. Поэтому так же и здесь. Ручки короткие, и все. Уже.